Всем привет! Сегодня хочу рассказать о важности комбинации 137. Ее важность определил не я, а современной физики. Именно физики порой называют вот именно эту комбинацию 137 магической. И многие, кстати, из них очень любят оперировать, ну именно советская школа к произведениям Пушкина «Пиковой даме», где вот этот набор «Туз, Тройка и Семерка» имел такую большую значимость. Им кажется, что это вот некая отсылка именно к этой истории. Так вот, 137 имеет очень большое значение в физике, так называемой постоянной тонкой структуры. И если бы ее значение хоть на чуть-чуть было бы в большую или меньшую сторону, то некоторые процессы в нашей Вселенной бы вообще не произошли, как, например, термоядерный синтез, а это значит, что звезды бы вообще не загорелись. К примеру, да? Вот, и поэтому многие физики, особенно теоретики, они прям выписывали эту комбинацию 137 на доске и прям вот думали, думали, рассуждали, в чем секрет, почему именно эта комбинация имеет такое большое значение. И вот пока они над этим думали, было сделано очень много открытий, и некоторые из них очень важны. Но прежде всего это спор Эйнштейна и Бора, двух известных физиков, на следующей теме. Эйнштейн считал, что все предопределено, если говорить простым языком, а Бора считал, что нет, в этой Вселенной есть место случайности, и случайности, в общем-то, необходимы. На что Эйнштейн оперировал, что бог не играет в кости, он все сам предопределяет. Это спор был в начале 20 века, скажем так, в первую половину. А во второй половине было такое движение хиппи. И среди вот этих хиппи было очень много любителей эзотерики, и в том числе физики, профессиональные физики. И вот была такая группа, которая, видимо, в очередной раз, закурив немаленький косячок, задалась вопросом, а как это вообще доказать, кто из них прав. Потому что физике нужно провести эксперимент, чтобы доказать ту или иную теорию. И они нашли, правда, не только своими, они там подключили людей с разных точек планеты над решением этого вопроса, и нашли экспериментальный способ, чтобы доказать правоту теории Бора, что есть, скажем, некая случайность или нет. И эксперимент подтвердил, что да, Борн прав, Эйнштейн неправ. В этом мире есть место случайности, и я полностью это поддерживаю. Единственное, надо понять, что любая случайность впоследствии переходит в новую закономерность, скажем так. Но есть еще одна очень интересная тема, даже несколько тем, связанных с этим экспериментом. Вот тут начинается взрыв мозга, потому что это относится к теме квантовой физики. А в квантовой физике есть параллельные миры, в множестве антиматерий, многое-многое другое интересное. Так вот, этот эксперимент показал, что, скажем так, мир, он иллюзорен. Потому что по ходу эксперимента выяснилось, что квант существует только если ты на него обращаешь внимание. То есть, если мы смотрим, грубо говоря, обращаем свое внимание на какой-то объект, он как бы существует. Мы на него не смотрим, его не существует, понимаете? Вот, и отсюда еще одна, вторая такая очень интересная вещь, связанная, которая, в общем, как я понял, была известна еще до этого. И описана физике как эффект наблюдателя. Выяснилась такая интересная штука на практике, что просто наблюдением за объектом меняет конечный итог эксперимента. Вот, то есть, вы можете не соприкасаться с объектом, никак на него не воздействовать. Будут вообще абсолютно одинаковые условия, скажем так, да, проведения эксперимента. Но вот разные наблюдатели получат разный эффект. Просто от своего присутствия, от наличия внимания на этот эксперимент, на этот объект. Вот, то есть, когда ты читаешь, там физики пытаются найти какие, там, очень, я бы сказал, невероятные способы описать, почему так происходит. Но, по мне, кажется, это просто на самом деле, да, то, что в эзотерике называется некой силой мысли. То есть, когда мы обращаем внимание на тот или иной объект, мы на него так или иначе можем повлиять. Мне кажется, здесь самый такой простой пример, ну, здесь уже и прямого участия, это готовка. Вот, если собрать, там, я не знаю, 10 человек, поместить их в одну кухню, дать им одинаковую вообще утварь, дать одинаковые продукты, дать один и тот же ресепт, получится 10 разных блинчиков. Понимаете, вы меня всегда это в жизни удивляет. Ну, что, вроде бы, ну, все то же самое, но почему другой? Другой вкус, другая консистенция, другое там, еще что-то. Ну, вот, почему другой? Потому что каждый человек, он вкладывает, скажем так, некую энергетику в то, что делает, на то, что обращает свое внимание. И от того, какая это энергетика, то в итоге и получается. Я планирую скоро снять видео про профессионального повара, разбор гороскопа, вот, где я расскажу один пример из кремлевской кухни, как хорошо готовить. Вот там как раз, вот, прям точно про это. Я вам расскажу, что рекомендовал личный повар Сталина своему ученику впоследствии, там, в кремлевской кухне, потому что этого человека видел вживую. Вот, ну, да ладно, то есть, вот, очень простые вещи, да, и все это благодаря цифре 137. Смотрите, какие интересные ответы на, по сути, сакральные вопросы мироздания. Ну, вот так вот, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, комментируйтесь, всем счастливо. Помните, Бор знал, что природа больше зависит от вероятности, чем от закономерности. Бор понимал, что в его теории есть слабые места, но интуиция... Субтитры сделал DimaTorzok